Всем привет! Как у вас дела? Новогодние коллекции косметики уже вовсю выходят, поэтому сегодня я сделаю обзор на новую палетку от Pat McGrath. Это лимитка Рождества 2021 года, которая называется Celestial Odyssey. Я сегодня хотела немножечко рассказать о Pat McGrath вначале, затем мы сделаем свочи этой палетки. Поговорим отдельно о каждом оттенке. Я потестировала эту палетку уже несколько дней, я сделала несколько макияжей, я использовала все оттенки. Поэтому я хочу сегодня сделать такой полноценный обзор. Также попытаемся найти какие-то похожие оттенки в моей коллекции. У меня всего три палетки на данный момент. Ну и в целом я вам расскажу о своем мнении, считаю ли я, что она стоит покупки или нет. Поэтому давайте начнем. Итак, это лимитированная коллекция 2021 года этого Рождества. Вот так вот она выглядит. Такая большая палетка на 18 оттенков. Здесь 19,8 грамм. Здесь есть большое зеркало, которое я еще не открыла. Здесь пленочка защитная. Давайте вместе его откроем. Упаковка дублирует саму коробочку. Абсолютно идентичная такая, в красно-золотой гамме. Очень-очень праздничная. Получается картонная такая упаковка. И на обратной стороне указан состав каждого отдельного оттенка, потому что это разные формулы. Тени сделаны в США и годность 12 месяцев. Если посмотреть на упаковку, здесь такая красивая корона и разные эльфы. Такое ощущение, что это какие-то драгоценные украшения. Итак, а это сама палетка. Она сделана из картона. Так вот, если сравнить с палеткой и десяткой. То есть это, конечно, больше такой домашний вариант, чтобы просто она была дома на столике. Немного о Пэт Маград или Пэт Магрет. Британский визажист. Очень-очень знаковая личность в индустрии красоты. Еще в начале 2000-х она создавала косметические коллекции для фирм CoverGirl и для Max Factor. А также она создала косметическую линию для бренда Dolce & Gabbana. И также занималась разработкой продуктов для Gucci. Журнал Vogue, кстати, назвал ее одной из самых влиятельных визажистов в мире. И газетой Time она была внесена в список 100 самых влиятельных людей сегодняшнего времени. В прошлом году гамма уходила больше в розово-фуксию оттенки, хотя там тоже был очень красивый зеленый. А в этом году оттенки более такие нейтральные, больше коричневых, бежевых оттенков каких-то, бронзовых. Ну и, конечно, парочка таких очень ярких. Мне кажется, что каждый оттенок подходит друг к другу. Их можно сочетать друг с дружками. То есть я не вижу оттенков, которые бы вообще не сочетались друг с дружкой. Но я в целом делала макияжи, используя вот такие вот трио. То есть рядом стоящие трио. И вот что говорит сама Pet Magrat на сайте petmagrat.com. Я создала эти тени в балансе, чтобы они подходили и для визажистов, и для того, чтобы их носить каждый день. Это идеальная палетка и для начинающих, и для тех, кто любит экспериментировать с разными образами. В общем, что нам нужно знать? Здесь пять разных формул, которые можно наносить либо сухим, либо влажным способом. Очень легкая тушевка нам обещается. И получение, в общем, оттенка с первого раза. То есть не нужно там наслаивать. А теперь давайте посмотрим на свотчи. Я вам покажу вам и уличное освещение просто на солнышке, либо полутень в таком освещении. И при искусственном освещении, при любом освещении, кстати, они переливались очень-очень красиво. И не было такого, что они были какие-то очень-очень простые и нейтральные при дневном освещении. И знаете, такие переливающиеся, красивее, как иногда бывает только при вечернем освещении. Тизер появился в интернете именно с зеленым оттенком на Мэдисон Бир американской певицы, которую собирали на Мэтт Галла в тот день. У нее был очень красивый зеленый наряд, кстати, в оттенок. Ну и в целом мне нравилось то, что эта гамма такая не очень скучная, но в то же время мне казалось, что я смогу ее носить на каждый день. Но в принципе это и подтвердилось. Палетка открывается она на магните. И здесь есть вот такие две тесемочки, которые держат палетку, чтобы она полностью не упала назад. В общем, есть разные мнения насчет этих веревочек. Кому-то они нравятся, кого-то они просто, не будем говорить. Ну в общем, для меня лично мне это нравится, потому что когда ее ставишь перед собой на стол, то она не занимает так много места, если бы она полностью ложилась. А заказала я ее на официальном сайте в день старта продаж. И она обошлась мне в 78 американских долларов. Когда я говорю вам цены палеток, это значит, что я говорю их еще без налога. В Америке, когда вы покупаете, неважно онлайн или оффлайн, в ваш чек всегда добавляется налог. Это зависит от штата, но примерно налог 10%. Это безусловно дешевле, чем если вы купите вот такую вот палетку. Это 125 без налога еще. Но смысл в том, что здесь нет special shades. Что такое special shades? Это очень сияющие оттенки с другой формулой, которая есть только вот в этих палетках. Или вот в таких вот четверках. Может быть еще где-то есть, если вы знаете, то напишите в комментариях, будет интересно. А если вот посмотреть на вот эту палетку, то здесь вот эти четыре, это называется special shades, они очень сияющие. Меня привлекло тем, что большинство из этих оттенков, они довольно светлые. Прежде чем мы рассмотрим каждый оттенок, я еще хотела сказать по поводу сервиса Pet Magrat. Есть разные мнения, кому-то он нравится, кому-то нет, в зависимости от того, в какую ситуацию вы попали. Но в целом, когда я обращалась к сервису Pet Magrat, по разным причинам, один раз мне выслали другой оттенок помады, всегда ответ был за меньше, чем 24 часа. И всегда это было очень-очень вежливо. Они просто высылали либо другой продукт за их счет, либо предлагали вернуть деньги. Давайте с вами пройдемся по каждому оттенку. Я назову их названия и какая у них формула. И начнем вот с этого розового матового. Saturn Sunset. Это вельветовый матовый. Дальше у нас идет следующий оттенок Rose Venus, который называется фольгированный металлик. И до этой палетки он уже выходил как однушка. Далее у нас идет Gold Galaxy. Очень яркое золото. Это тоже фольгированный металлик. Далее у нас Noa Moon. Называется Iridescent Sparkle. Очень с красивыми переливами, но очень сильно остыпающийся. Брон снова называется 24 карата до хром спаркл. Это, кстати, очень-очень красивый оттенок. Вы видите, как будто бы он такой бронзовый. В нем есть золотые частички. Такой вот очень красивый оттенок. Он, кстати, этот бронз Noa на фотографиях переливается еще и зеленым. Это просто невероятное что-то. И вот за свочи тоже вот такой вот матовый. Легко передаются. Темный тоже очень насыщенный, но он прямо вот очень-очень такой рыхлый. Ну и последний, Nocturne, это просто такой теплый коричневый матовый. Если мы посмотрим на второй ряд. Второй ряд Galactic Glow. Называется Satin'овый Shimmer. Тоже очень-очень рыхлый такой оттенок. Я вам признаюсь, здесь есть три оттенка, которые мне именно по формуле не понравились. Кстати, все три из разных формул, поэтому очень странно. То есть какие-то оттенки в этой формуле мне нравятся. Они не такие рыхлые, а какие-то очень рыхлые. Sun Rose Amber, это вот такой вот матовый оттенок, светлый коричневый. Получается здесь четыре матовых. Далее Lotus Luxe, это вот такой вот красивый фольгированный тоже металлик. Этот оттенок, кстати, раньше присутствовал в другой палетке, в Golden Opulence. Это была лимитка для китайского Нового года. Luna Haze, вот такой вот очень-очень красивый светлый фиолетовый оттенок. Это металлик тоже. Посмотрите, какие они сияющие. Это просто невероятно. Electric, это такой вельветовый матовый оттенок. Хоть они и розовые, кстати, оба матовых оттенка, они на лице не выглядят холодными розовыми. Они выглядят на лице теплыми розовыми. Heavenly Body, это доохромный Sparkle 24 карата. Он тоже довольно рыхлый. Вот три оттенка, которые мне по формуле не понравились. Хотя в нем есть какая-то доохромность, но она не слишком явная. Больше в нем розового. Ну и давайте по последнему ряду пройдемся. Вот такой сатиновый шиммер Bronze Eclipse. Это повтор из палетки Midnight Sun. Это пятая палетка Mothership с красным рефилом. Solar Flare. Это такой сатиновый шиммер. Красивый оттенок. Он, наверное, один из самых светлых. Фольгированный металлик Nirvana. Это просто, это нереальный оттенок. Вот серьезно. Какой он насыщенный. Он тянется. Он невероятно сияющий. Corrupt Copper. Это сатиновый шиммер, который, кстати, раньше продавался отдельно. Откуда я это знаю? Я сейчас смотрю на сайте TempTali. TempTali это очень крупный блогер американский, который делает свочи на своем веб-сайте. Поэтому спасибо TempTali, что она проделала эту работу. И нашла вот эти все сходства с предыдущими выпусками. Фольгированный металлик. Вот такой вот палладиум. Базовый сияющий оттенок. Citrine Envy. И очень-очень красивый, доохромный оттенок. Переливается из зеленого в желтый. Ну вот, я показала вам макияж, который я уже какое-то время назад сделала. А сейчас давайте сделаем вместе макияж, который на мне. Как обычно, я нанесла базу от Nars. И я начала затемнять уголок. И да, кстати, вот этот матовый я также нанесла на нижнее веко, для того, чтобы просто соединить. Citrine Envy. Вот такой доохромный спаркл я нанесла по центру, на все веко. И во внутренний уголок Solar Flare. Вводную линию я, кстати, нанесила сегодня вот такой вот новенький карандашик, который только что приехал от Nablai. Привет, Марине! Это оттенок номер 7. Называется Arrow 7. Cupid's Arrow. На губах у меня блеск Fenty Beauty. Вот такой кремовый оттенок. Оттенки 02. Также ко мне приехал вот такой вот бронзер, поэтому нанесла сегодня тоже его от Physicians Formula. Называется Butter Bronzer. Очень приятно пахнет кокосом. Он совсем не рыжий на лице. Румяна у меня кремовая от Real Beauty. Это оттенок Bliss. Тушь тоже от Pat McGrath. Это Dark Star Mascara. Хейлайтер тоже достала из запасов от Pat McGrath. Divine Rose Skin Fetish. Ultra Glow Highlight. Ну, такой получился макияж. Конечно же, очень такой вечерний вариант. Но очень сияющий, как я люблю. Я очень люблю такие насыщенные, красивые оттенки. Не блестки, но такие очень-очень переливающиеся. Чтобы это было, знаете, вот... Ну, мне это радует просто, когда я вижу сияние. Какую-то насыщенность, какие-то необычные оттенки, которые мне подходят. Матовые тушевались очень хорошо. И я так как потестировала все матовые, хочу сказать, что они все прекрасные. Они легко тушуются. Они не тускнеют, если мы говорим о матовых. Да, вот этих розовых. Я носила на работу больше 12 часов. Оттенок остается на том же месте. Он тоже яркий. И если говорить о вот этих металликах. Металлики сияют так, как они сияли утром. И они не западают в складочки. Знаете, бывает такое. Иногда образуются вот такие складочки. И там тени оттуда уходят. И это, получается, такие проплешины. Не было такого. Поэтому для меня эта палетка однозначно удачная палетка. Она мне настроение поднимает. Когда ее достают, такое ощущение, что вот праздник. Знаете, какие-то конфетки даже. Знаете, когда открываешь коробку, вот как будто конфеты. Вот такое ощущение, что это коробка конфет. Но есть оттенки, которые, как, кстати, на американском ютюбе называют, датс. В общем, неудачные оттенки. Оттенок называется Galactic Glow. И если вы даже увидите, как будто бы там такие сухие блестки в нем лежат. И не только, знаете, само вот это вот нанесение неудобно. Потому что, видите, как оно там очень рыхлые тени. Именно в этом оттенке. Но оно еще и на веке не смотрится настолько сияющим, как вот эти вот другие шиммеры здесь. Хотя он тоже называется сатиновый шиммер. Но по сравнению с, например, сатиновым шиммером, скажем, вот с вот этим, то здесь совсем другая формула. Здесь она более такая тоненькая. И действительно выглядит как шиммер. То есть, если мы посмотрим на свотчи, то однозначно это более такой сияющий оттенок. Но в нем есть частички, которые просто осыпаются. И когда вы наносите на века, то это смотрится неравномерно. Так же, как и вот этот вот розовый, который называется доохромный. Когда вы трогаете, абсолютно такое же ощущение, что здесь какие-то сияющие частички. Хотя, если его сравнить, например, вот с этим доохромом зелененьким, то ощущение совсем другое, когда вы его трогаете, более такая равномерная и мягкая формула. Ну и, конечно же, зеленый сияет намного-намного лучше. Вот эти вот два боковых сияющих, я бы их отсюда убрала. Ну и вот этот вот спаркл Noir Moon, он просто, наверное, самый-самый неудачный оттенок, который я здесь нашла. И тоже, кстати, такое же ощущение, что там как будто бы песочек, когда вы его трогаете. Он очень красивый. Сам оттенок потрясающий. Фиолетовые частички. В нем есть, конечно же, темно-синего очень много. То есть, по сводчу, это очень какая-то прям галактика. Вообще, сама тема этой палетки, это космос, это что-то неземное. Им работать, это просто, если честно, какой-то кошмар. Потому что он очень сильно осыпается. Даже не только под глазами. Это будет вот здесь. Я думаю, его лучше всего наносить именно влажным способом. Тогда, мне кажется, осыпаний будет меньше. Но если забыть про три оттенка, о которых мы сейчас говорили, то в целом мне понравились тени и по качеству, и по выбору оттенков. Сверху это Special Shades из второй розы. И вот это Celestial Odyssey. Но, наверное, Celestial Odyssey все-таки поярче. Вот это Celestial Odyssey. И роза вторая. Как вы видите, качество очень-очень похоже. Есть такое мнение, что в праздничных этих палетках качество хуже. Я этого не вижу. Посмотрите, они тянутся одинаково. Они оба сияющие, красивые. Вот этот Celestial Odyssey. Давайте перейдем к другой палетке. Iconic Illumination. Я здесь не вижу похожих оттенков. Ну и шестая палетка от Pat McGrath. Все-таки Celestial Odyssey. Она более темный здесь оттенок. Здесь он более такой светлый. Но по качеству матовый очень похоже. Ну и такой статиновый оттенок. Кстати, не вижу, чтобы были прям какие-то очень похожие на него. Это вот шестая. Дуохромный вот этот больше всего похожа. Хотя все-таки они довольно разные по температуре. Ну вот такое получилось видео. Я надеюсь, что оно кому-то полезно. Если это так, то поддержите меня пальчиком вверх. Подпишитесь на канал, если вам интересны обзоры косметики. И мы с вами увидимся совсем скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok